Температура воздуха в Зеленоградске уже не поднимается выше 20 градусов, а вода в Балтийском море прогревается максимум до 17. Но спасателям придется работать до конца сентября. Курортный сезон продлен. Потому что очень много народу все равно купается, то есть и в плохую погоду, в дождливую, в ветреную. Основной поток туристов схлынул, но отдыхающих все еще много. В этом пятизвездочном отеле в Светлогорске, как и в других, до конца сентября забронировано 90% номеров. А сразу после снятия карантина отельеры из-за резкого наплыва гостей вообще не могли найти сезонных работников. Дефицит именно кадровых, именно горничных и основного персонала. Потому что люди, несмотря на то, что мы и выплачивали зарплату, и поддерживали весь коллектив, и никого не увольняли, все равно дрейфовали между другими гостиницами. Мы не успевали готовить персонал. Отельеры и рестораторы в этом сезоне столкнулись с новыми вызовами. Им приходится подстраиваться под вкус и предпочтения взыскательных туристов, которые впервые отдыхают в Калининградской области. Приехали именно те гости, которые не успели в Турцию и не попали на Майорку с Сицилией. У них совершенно разные предпочтения, вкусовые ощущения, совершенно разные ощущения от реальности, ту, которую они видят. У гостей вопросы, почему море холодное, почему море шумит, оно мешает спать. Но не столь требовательные курортники не нашли недочетов в туристической инфраструктуре и услугах. Абсолютно хорошо, все устраивает. Каждый день постель меняет, водичку добавляют новую, так что и завтраки вкусные. Просто потрясающая атмосфера европейского города, которая продушием встречает и гостеприимством. Многие туристы жалуются и на неудобства от санитарных ограничений из-за коронавируса. Например, сейчас в Музей Мирового океана приходят до 5000 человек в день. Но в залы и на палубы плавучих экспонатов пускают небольшие группы. Кассам образуются очереди. Большая часть в итоге гуляет просто на территории, потому что не каждый хочет стоять в очереди. Кого-то напрягает требование одеть маску, кто-то так и не смог освоить покупку онлайн-билетов. До конца курортного сезона область посетят около миллиона двухсот тысяч путешественников. Такой прогноз сделали туроператоры и чиновники отрасли. Они надеются, что по итогам всего года регион все же сможет приблизиться к показателям 2019-го. Жанна Меллер, Наталья Красакова, Калининградская область, УТР.